Махнешь? Все, махнул? Всем привет! Сегодня я, Ольга Пениоза, и мой лисенок Глеб. Глеб. Будем готовить для вас финансиер. Вы выбирали между двумя вариантами, и большинство, ну так не сильно-сильно, не с большим перевесом, но с некоторым перевесом, выбрало финансиер. Что такое финансиер? Очень многие из вас сказали, я не знаю, что это такое, поэтому голосую за финансиер. Финансиер это маленькие такие, чайные, наверное, пирожные, но по мне это больше мини-кексики, хотя тесто не совсем как у кекса, но похоже. Особенности финансиер заключаются в том, что это, как правило, прямоугольные такие штучки, но у нас нет формы сильно прямоугольной, мы будем печь немножко в другой форме, но все равно похоже. Что еще, какое слово было там необыкновенно, помнишь? Нуазет. Нуазет. Это масло, которое довели до кипения, и оно начало пахнуть, как орешки. Да, то есть это, я часто встречала описание, что нуазет это фундучное масло, ну не совсем так, масло сливочное, оно просто пахнет орехами, оно пахнет фундуком в тот момент, когда начинают перекаливаться в нем белки, и у вас в итоге остается только жир с приятным запахом орехов. И вот именно с этим маслом мы сегодня будем готовить с вами финансиер. Да. Для этого нам с вами понадобится сливочное, подожди, давай начнем с чего, нам понадобится сливочное масло, нам понадобится что еще тут? Сахар с медом. Да, вот здесь на дне у нас мед, мы уже насыпали в одну миску, чтобы не плодить мисок большого количества. У нас яйца, стакан. Подожди, сейчас про яйца расскажем, не торопись. Что еще у нас? Мука. Какая еще мука? Мука, ну так, мука ореховая, какао, орехи, орехи. Орехи мы потом с тобой используем, когда будем уже декорировать. Расскажи, что, ну это варианты, да, мы тоже вам сегодня расскажем о том, что может быть вариативность. Это что, это у нас клубничные хлопья? Это у нас клубничные хлопья. Когда лисенок сказал о том, что мука ореховая, он не ошибся. То есть это действительно мука миндальная в данном случае, но вы можете воспользоваться любой другой мукой. То есть вот у нас здесь миндальная, но вы можете любые орехи смолоть в муку, только не превратите их в пасту. То есть нужно, чтобы они были вот такие сыпучие. То есть мы сегодня возьмем миндальную муку, а вы могли бы смолоть грецкий орех, могли бы смолоть какой еще орех? Ну, вон у тебя в углу стоит. Миндальный. Ну, миндаль у нас фундук. Фундук. Фундук, да. Мы сейчас вам проговорим, сколько чего нужно, а потом после прямого эфира мы еще напишем пост. Да. С теми же, сколько чего нужно положить. Мы чуть-чуть задержались, потому что хотели отпечь первую партию, чтобы показать вам сразу готово. Они еще горячие, но уже симпатичные. То есть вот такие вот маленькие финансиешки. Вот такие будут у нас финансиешки, почти. Которые мы в конце по итогу заполним шоколадом и оформим орешками. Будут такие симпатичные штучки. Они сейчас еще горячие. Не совсем не обжигающие, но горячие. В конце вы тоже будете делать такие. Мы сделали как вариант еще одни с финансиешки, не с какао, а с клубничной. С клубничной. Пудрой. Пудрой. Поэтому они у нас тоже будут. Вот клубничная. Думаю, что пора записать вам. Возьмите ручки, бумагу и запишите, что вам понадобится. Нам понадобится 120 грамм яичных белков, 75 грамм сахара, 22 грамма меда, 120 грамм масло сливочное, из него получится 96 грамм, 96 грамм будет на лазета. Мы не будем сейчас с вами топить, мы заранее его растопили, для того, чтобы не тратить время. Делается он очень просто на лазет. Вы берете сливочное масло, в нашем случае это инзимипи, фонтера. Фонтера. Да. Ну, мы его просто знаем, мы в нем уверены, и мы используем его. От него маленький отход, и оно не сильно пенится, и получается вот такое красивое масло. Видите, на дне немножко пригарки, это как раз то, что у нас выкипело, выгорело. И благодаря этому появился запах, который нам очень нравится, который говорит о том, что это нуазет. То есть, еще раз скажи, что из 120 грамм сливочного масла получается 96 грамм нуазета. Ты в телевизор смотри, нуазета, да, 96 грамм нуазета. Мы сделали его сегодня, буквально вот сейчас, и он уже такой подостыл немножко. То есть, горячий не стоит использовать, то есть, он должен остыть до комнатной температуры. Что еще нам понадобится, кроме нуазета? 35 грамм муки пшеничной. Мука слабая, которая подходит для выпечки тортов. Нам на самом деле, ну, это просто у нас она такая была в наличии. Какая будет у вас, то и возьмите, да, не имеет особого значения. 60 грамм ореховой муки. Да. Вот у нас, мы уже показывали ореховую муку. Вот, ореховая мука и 8 грамм какао. Какао, вот оно. То есть, вы можете взять какао, можете взять ореховую пудру, ягодную пудру любую, да, вот у нас была клубничная, мы взяли клубничную. То есть, вот эти 8 грамм у вас могут быть, если не хотите какао или нет, у вас ягодной пудры, просто увеличите на этот вес массу муки, да? Да. Да, увеличим массу муки. Что главное нам нужно сделать? Нам нужны белки. Да. Давай заостримся на том, как мы получаем белки. Мы берем яйцо, разбиваем. Зачем тебе столько мисок? Мы разбиваем, сюда складываем. Сюда мы выльем? Сюда мы выльем желтки. Белок. Белки, а сюда желтки. А это три, зачем тебе еще? А это под скорлупу, излишки скорлупы. Излишки? От яйца останутся излишки, и это будет скорлупа. А большая миска тебе зачем? А большая миска для белков, которые мы убедились, что в них не попал желток. А если попадет желток, то такой белок нам не очень нужен. Мы его используем для других целей. Да, для других. Поделишь нам? Да. То есть нам нужно 120 грамм белка. Это где-то примерно 4 яйца первой категории. Да. Начинаешь? Да. Я тоже тебе чуть-чуть помогу. Так. Белок. Еще раз рассказываем, для чего нам нужна отдельная еще миска. Дополнительная с белком. Ты разбивай, я расскажу. Миска нам нужна для того, чтобы не в ту сторону ты как-то держишь яйцо. Да. Вот так. Чтобы если вдруг у нас случайно желток разорвется, мы с вами не испортили все белки, которые ранее уже сделали. То есть мы раз и выливаем. А сюда мы будем выливать новое яйцо. Так. Осторожно. Делим, 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 делим. Сейчас мне нужно отрезать чуть-чуть. Сейчас выпадет у тебя желток. Делим, делим. Оп. Оп. Получается. Так. Вот. Замечательно. Выливаем. Вот. Вот. Видите, у нас чистый. Абсолютно. Сейчас тебе дам салфетку. Вот только у нас есть... Хвостик. 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 Который держит. Который держит. Который связывает желток с белком. Да. И удерживает их в яйце. Давай еще один. Я сделаю одно яйцо, а еще одно ты сделаешь, да? Да. То есть отделяем опять в отдельную мисочку. Желток выливаем. Мы, кстати, используем эти желтки для песочного печенья, да? Сделаем печенье. Вы хотите рецепт песочного печенья? Если хотите, ставьте плюсики. Мы можем вам показать в следующий раз песочное печенье. Какой же маленький тут. Большой. Большую поближе поближе. Да. Олег говорит, что не видно. Вот она большая. Все. Вот так. Все. И вот так. Все. Руки сполоснешь? Да. Все. Мы справились с белками. Желтки мы с вами можем накрыть пленкой. Обязательно, если так нельзя оставлять желтки хранить. Потому что если вы их так оставите, то они у вас заветрятся. И свернутся. И все. И они не подойдут вам для использования. Мы закроем их пленкой. Берем в холодильник. После прямого эфира сделаем песочное печенье. Все. Поехали. Что нам теперь еще с тобой нужно следующее? Сахар и мёд. Сахар и мёд. Тебе, наверное, понадобится лопатка, да, Глеба? Да. Сейчас я тебе дам лопатку, чтобы выложить. Держи. Вот она моя, которую я всегда использую. Зелененькая, маленькая, удобненькая. Как тебе удобнее? Удержи? Мёдик там. Застрял. Давай я вытащу, потому что мёд действительно там на дне. У нас прицепился. Бери венчик. Еще раз скажите, что вы печете еще раз. Мы печем финансиер. Да, финансиер. С необычным маслом. С необычным маслом на узет. Ну азет. Ну азет. То есть мы высыпали сахар. Там же у нас был мёд. И сейчас Глеб это все перемешает до растворения. Как меня научи держать? Вот так? Чтобы перемешать? Ну ты посмотри, как тебе удобно. Так и держи. Перемешают белки и сахар, Глеб, до объединения и растворения сахара. Но не будем взбивать. То есть в данном рецепте нам взбивать совсем не обязательно. А мёд будет растворяться или нет? Ну конечно. Ты забыл что ли? Сегодня же делали прям все и растворилось. Мне кажется, если ты возьмешь вот так кулаком, тебе будет подручнее. Не сильно болтыхай, чтобы оно не взбивалось. Просто перемешиваем. Крути, 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 крути еще. Еще не все. То есть мы взяли 120 грамм белка. К нему мы с вами взяли 75 сахара и 22 грамма мёда. Кроме мёда вы можете взять инвертный сахар или тремолин. Ну вдруг у вас аллергия на мёд или вам не очень нравится запах мёда. Вполне можно воспользоваться тремолином или инвертным сахаром, который еще называют искусственным мёдом. Все? Да, мне кажется, что все. Так, теперь нам что с тобой нужно? Нам нужно поставить на весы и отвесить туда муки. Давай мы вот так высыпаем сюда, повернем. Сейчас мы на весы поставим сито. Так, нам нужно с тобой сначала 35 грамм муки на ложечку. Сейчас, подожди секунду, я тару скину. Вот, сыпь, 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 сыпь. Так, еще такая же ложка и думаю, что нам хватит. 29 грамм, давай я 5 грамм доберу чуть-чуть. Так, оп, что было 35? Сколько? 32 пока. 32 еще 3 грамма, чуть-чуть прям. Ну, 36, ничего страшного, да? Да. Дальше нам с тобой нужна миндальная мука. Миндальная мука, это у нас... Опять скидываем тару и набираем сколько миндальной муки? Так, 60 грамм ореховой муки. Насыпай. Пока можно смело. Ну, она потяжелее будет, чем все равно, чем пшеничная. Сыпь, сыпь, у нас с тобой 14 грамм всего получилось, поэтому таких ложек можно 4 положить. Раз, два, три. Тормози, 38. То есть еще одна ложка и фактически все. Сыпь, сыпь, сырь. Мород спрашивает, что мы готовим? Мы готовим финансе. Другая женщина говорит, готовят финансе, но не знаю, что это. Финансе это тикейк. Это такие маленькие полукексы, полупирожные, которые очень удобно брать с собой в дорогу. 45 или 57? Нам нужно 60. 54. 54. 65. Давай еще чуть-чуть. Очень любим мы эти весы, потому что они у нас в ожидании не сбрасывают вес. То есть мы можем пока на них все стоять, все ставим. Теперь нам еще что нужно с тобой? 8 грамм какао. 8 грамм какао. 8 грамм какао. В нашем случае какао не локализованный. Видите, вот такой светло-коричневый. Если бы мы взяли локализованный, то какао локализованный был бы более коричневый, но менее ароматный. Этот более ароматный. Можешь смело сыпать там всего 2 грамма. Еще, еще давай. Полу грамма. 6. Вот еще нужно чуть-чуть на кончике ложки. Кончик. Чуть. Не совсем так, но еще. Еще, еще. Сы-сы. Семь. Вот я думаю, что если ты с ложки вот так вот мы. 8. Все, давай я это заберу. А ты снимешь с весов. То есть еще раз проговори, сколько чего понадобилось. Нам понадобилось 60-35 грамм пшеничной муки. 60 грамм пшеничной муки. А какой пшеничной? Пшеничной. Ореховый, 60 грамм муки и 8 грамм нашего какао. Золотой ярлык. Если вы дома и не хотите покупать в кондитерском магазине, купите в обычном магазине золотой ярлык. Он для выпечки вполне годится. Он не очень хорошо подходит для... Ниже опусти, пожалуйста, иначе у тебя сейчас все будет везде. Какао. Он не очень подходит для трюфелей. Золотой ярлык. Нам больше нравится другой какао. Который кондитерский, профессиональный. А вот для выпечки очень хорошо подходит. Тебе помочь? И тогда чуть ниже опусти, потому что у тебя та сторона сейчас будет вся в какао. И в муке. И в ореховой тоже. И в ореховой тоже, да. Возьмем еще одну лопатку, для того, чтобы в конце... Давай, наверное, я тебе чуть-чуть помогу вот так. Да? Можно еще вот так. Чуть-чуть нужно перемешать. Ну, как бы досеем. Давай, я быстренько сделаю, а ты перемешаешь венчиком до объединения. То есть, еще раз проговори. Мы взяли белки. Белки. Белки мы что добавили? К белкам мы добавили 75 грамм сахара, 22 грамма мёда. И что мы их сделали с ними? Перемешали до объединения. Не взбивали. Не взбивая. Что мы с тобой готовим сегодня? Мы сегодня готовим финансия с необычным маслом. С маслом НООЗЭТ. Что такое масло НООЗЭТ? Это масло, которое растопили... Да. Изначально это какое масло было? Изначально было... Сливочное. Сливочное масло. Инзимепи. И потом мы... И потом растопили. И мы так растопили, что начался запах такой орешков. Можно... Кто-то спрашивает, до какой температуры варить масло сливочное, чтобы оно стало... Ну, часто я слышу такой вопрос, чтобы оно стало ореховым. Есть примерные температуры 137... Да. Что-то я у тебя тогда... 137-140. Но на самом деле вам нужно смотреть на состояние масла. Как только у масла меняется цвет, и масло у вас приобретает ярко выраженный... Прямо размешивай в одну сторону, не останавливайся усилия. Давай я подержу. Вот тут у нас с тобой есть салфетка, чтобы не каталась. Давай-давай. Вот так. Вот так вот туда. Как только у вашего масла появляется запах орехов, вот как раз это оно самое. Не варите масло НООЗЭТ на высокой температуре, потому что иначе масло будет сильно пениться и может даже вылезти у вас из-за... Может убежать. Может убежать. Держи чашку. Перемешивали и взбиваем. Давай я тебе чуть-чуть... Нет, мне кажется, вот еще... Видишь, еще кусочки есть. Давай я чуть-чуть усилие привожу тоже дополнительные. Может быть, будет, будет, будет. Да, наша задача, чтобы все перемешалось и разошлось. Скажи еще раз, сколько нам нужно было сливочного масла и сколько из него получилось НООЗЭТа? Сливочного масла нам надо 120 грамм масло сливочное и из него у нас получилось 96 граммов НООЗЭТа. Теперь рассказываем, как можно изменить вкус. То есть первый вариант. Во время... В тот момент, когда вы принимаете решение, как у вас будет вкус, влиять на вкус может мука ореховая. Вы можете взять вместо миндальной муки фундучную, грецкого ореха, кедрового ореха. У вас будет новый вкус. Вы можете какао заменить на пудру ягодную. Ну, можете потом вместо ягодной пудры или какао просто насыпать муки. Да, вот что будет у нас? Просто. Просто. Классический вкус. Да. Просто классический. Можете, когда будете делать нуазет, к маслу добавить чай. Допустим, бергамот у вас будет в Эрл Грей. Да, и вы получите с привкусом Эрл Грея. Наливаю? Да. Стараюсь наливать так, чтобы на дне осталось то, что выгорело. Выливаю и просто перемешиваю. Масло пошло у нас. Масло перемешиваем до полного объединения. Пахнет очень вкусно. Да, очень вкусно. Да, фемень. Вот смотрите, у нас прям видно, что у нас осталось. Чашки. У нас остался выгоревший осадок, который нам не нужен. Хоть мне, тому человеку, который не очень любит орехи, мне все равно понравился этот запах. Чуть-чуть не ореховый, но ореховый. Я больше грецкие люблю. Тем более с яблоками. Да, грецкие орехи с яблоками, это очень вкусно. Все, смотрите. Вот такая у нас получилась. Оставляйте, какой хороший рецепт. Все, мы замесили тесто. Да. Теперь нас ждет некоторое ожидание. Ждет ожидание. То есть нам нужно... Вы можете тесто в этот момент закрыть пленкой и убрать на час в холодильник. Мы решили в миске его не оставлять, потому что нам потом все равно придется его перекладывать в пакет. Взяли мешок кондитерский и в него сразу выльем тесто. Вливаем, воспользуемся. Да это хрустит мешок внутри. Так, вылили. На этом этапе вы можете добавить, даже вернее не на этом, когда мы будем раскладывать по форме, можно добавить шоколад кусочками. Мы, кстати, тоже так и сделали. Все. Взяли. Взяли. Потом, когда будем добавлять или нет... А мы сейчас достанем. Мы сделали до прямого эфира, мы сделали одну партию теста. Клубничное, кстати. То есть вот это вот так мы закрыли. Видите, как удобно воспользовались. Сейчас я уберу это в холодильник на час. Но чтобы вас не оставлять в ожидании на целый час, мы заранее сделали тесто. Сейчас я его достану, мы заполним им форму. Давай я отнесу. Да, относи. А в какой? А в тот холодильник относи. Мы тут развели холодильников, так как у нас семья большая, нам приходится много холодильников использовать. Вот в один из холодильников, вот, Глеб у нас. Есть у нас вот такая форма от погони. Форма изначально была очень большая. Мы отрезали от нее половину. И вот в этой форме, мы только что в ней пекли в этой форме, не стали ее мыть, ею же воспользуемся. Есть у нас вот такой спрей. Когда формой пользуетесь первый раз, мы не первый раз, но вы, если пользуетесь силиконовой формой первый раз, обязательно надо ее покрыть маслом. У нас есть вот такой специальный от компании Ирка. Спрей вы можете просто взять кисточку и растительным маслом покрыть. А ничего то, что мы чуть-чуть капнем. Что страшного. Все, мы покрыли форму. Сейчас я достану тесто, которое лежит у нас в холодильнике. Клеем пахнет. Чем пахнет? Клеем. Мне так не показалось. Тебя, конечно, фантазии разнообразные. Не надо волосом туда лезть. Твой волос попадет сейчас в форму. Хотя чуть-чуть по-другому. Маслом пахнет. Обычным маслом. Сначала было более ярко выражено. Сейчас чуть-чуть. На эту форму у нас как раз получается, вернее, этого теста нам здесь хватит на 8 формочек. Берем и заполняем. Давай я покажу одну. Да, а ты заполнишь следующую. То есть это тесто у нас будет чуть посветлее, потому что оно и с клубникой. И знаете, почему мы не до конца заполняем? Потому что тесто при выпекании будет расширяться. Да, у него будет хороший подъем. И мы поэтому оставляем еще место. И чтобы быстрее оно выпеклось. То есть за 10 минут у нас с вами будет готовое тесто. Ой, будет готовый финансовер. Хорошо ли это все? Хорошо. Хорошо. Только медленно. Нормально. Давай, следующую. Не торопись. Тогда просто тонко отсаживаешь, иначе, если торопишься. Тесто при выпечке разровняется. Поэтому ничего страшного, если у вас тут где-то образуются какие-то холмки. Да. Большую толщину не набирайте тесто. Потому что тогда нужно будет увеличить время выпечки. А обычно финансиер выпекается при 190 градусах в течение 10 минут. И мы также будем выпекать. Так. Ты уже балуешься. Чуть-чуть меньше. Можно по весу сделать. Можно просто на глаз заполнить. Здесь вот у нас еще не хватало. Все. Такие финансиерки получились. Сейчас, пока я буду включать печку и выставлять для выпечки. Наши финансиер. И Мик подготовит, расскажет про шоколад свой любимый, который мы будем оформлять. Поговорю и расскажу. Давай, ищи вопрос. Какой ты шоколад любишь? Я больше люблю, ну, как бы сказать, темный молочный и белый шоколад. Темный молочный. Угу. Который 33%, наверное? Ммм, где-то 30, да. 35% Молочный, да. Ореховый любишь? Ты по сегодняшний раз ореховый? Ореховый, да, я прям горни ем. Он очень вкусный. Который молочный, да? Нет, он белый, который, да? Нет. Вот такой, да? Вот возьми чашку, покажи, будем. Вот такой вот. Тащит. Я очень-очень люблю. Он тоже вкусный. Так, я пройду. Пока у нас с вами выпекается, не убираем его сейчас, затемперируем. Пока у нас с вами выпекается одна партия. Да. А, расскажи, что такое темперирование? А, ну вот мы сейчас как раз это и будем делать. Я просто не знаю. Нам с вами захочется, всегда хочется немножко украсить, да, наши кексики, наши пироженки. И вот мы тоже здесь решили украсить. Украсим мы их вот этим вот ореховым шоколадом. Нам он просто очень нравится. Он такой сладенький, ореховый, очень приятный, ароматный. Но для того, чтобы шоколад на финансе хорошо держался, мы его затемперируем, для того, чтобы он кристаллизовался. Темперирование – это приведение растопленного шоколада в состояние очень хорошей, стабильной формы. То есть вот он сейчас у нас темперированный, но мы же его хотим нанести жидким, поэтому нам нужно будет его растопить. Растоплю я его в микроволновке, по 30 секунд поставлю интервалы, и тут же я его затемперирую. Как раз за то время, пока у нас с вами выпекается партия финансе, я его затемперирую. А, и выпекается 10, ну или 12 минут при 190 градусах. Расскажи про предварительный разогрев. Предварительный разогрев. Если вы не разогрейте до того, как… Духовку. Духовку до того, как вы начнете выпекать наши финансиер… Ну, любую выпечку. Да, любую. То теплый воздух выйдет, если вы не будете… И придет любую выпечку. Еще раз. Для того, чтобы температура в духовке соответствовала той, которая вам нужна, вам вначале надо духовку разогреть на температуру чуть выше градусов на 10-15. Правильно? Да, на 10-15. Поэтому, потому что, когда вы откроете свою выпечку, допустим, финансиер, температура будет потеряна. Поэтому всегда вначале добавляйте 10-15 градусов к той температуре, которая указана. Чуть-чуть. Вот. Мы растопили шоколад. Вот так вот мы его растопили. Не топим его до самого конца. То есть, сначала 2 трети растопилось, уже достаточно. Перемешиваем до того момента, пока все калеты у нас не растопятся. Да, маленькие вот эти вот капельки называются калетами. Говорят, что это фирменное название компании Какао Барри, вернее, Калибаута. Калибау? Калибо. Калибо. Да. Вот. Ну, теперь это такое общее название, знаете, как Ксеракс. Все теперь зовут, все копировальные машины Ксераксом. Ксеракс. Вот мы растопили. И теперь самое время замерить температуру. У нас сейчас с вами ровно 40 градусов. Это температура, до которой нужно... Да, вот они 40 градусов. Это температура, до которой нужно растапливать ореховый шоколад. Ореховый шоколад отличается по своим температурам от других шоколадов. Таких, например, как темный и даже от молочного и белого шоколада. То есть, ему нужно ниже температуру, чем молочному и тем более, чем шоколаду темному. У темного шоколада температура плавления, до которой мы топим, 50 градусов. У белого и молочного 45. Ореховый внутри еще себя имеет растительные жиры ореховые. Поэтому топим до 40. И нижняя температура рабочая у него тоже ниже. 24-25 градусов. Как мы с вами затемперируем? То есть, мы уже растопили, у нас 40 градусов. Калетами, наверное... Нет, не будем калетами. Наверное, мы на горохе, так сказать. Такое условное название, горох. На самом деле, мы не горох используем. Сейчас я принесу из морозилки. У нас все время в морозилке лежит пачка фисташек. Сейчас я ее принесу. Ты дальше рассказывай про свой любимый шоколад. Ну что? Порадуй людей. Вот такой шоколад еще, когда он растоплен, он на щетке с ней. Потому что там много этих калеток. И он, если много, он очень-очень-очень вкусный. Вот у нас с вами фисташка. Ставим на фисташку, которая из морозилки. Которая теперь будет остужать у нас дно чаши. И начинаем там активно шоколад перемешивать. То есть, мы стараемся, чтобы нижние слои, которые остывают, перемещались в те слои, которые еще теплые. В процессе вот такого движения и снижения температуры, мы заставляем молекулы какао-масла выстраиваться в очень правильные кристаллы. Эти правильные стабильные кристаллы и обеспечивают нам прекрасный хрустящий, блестящий шоколад. Как называется шоколад? Это симфония от компании Ирка. Называется Началата, да? Это Началата, да? Да, Глеб сейчас перенесет нам пачку. Тяжеленькая. У него очень большая текучесть. Видите, он 4 капли из 5. Четыре капли из 5. Да, ну это текучий шоколад. Ну его видно, что он текучий. Видите, он прям такой. Почти как водичка. Ну прям, не как водичка, конечно. Замеряем температуру, уже прийти. Здесь за это время у нас нагревается, да? Мы немножко смещаем. Блест, давай займемся темперированием. Давай займемся темперированием. Опять. То есть я переместила нагревшиеся фисташки в сторону. И продолжаю охлаждать. Вы можете поставить чашу в другую чашу со льдом. Можете взять, знаете, есть такие керамические шарики, которые используют для выпечки, когда выпекают. И на дно песочных тартов сыпят такие керамические шарики. И вот их можно держать. Мы тоже уже подумаем о том, чтобы приобрести такие шарики. Можно пачку гороха замороженного использовать. То есть любая заморозка. Могут быть аккумуляторы холода, которые часто продаются в магазинах хозяйственных и для спорта, для туризма. Любой так можно темперировать? Любой шоколад таким образом можно затемперировать. 35. Нет, пока послалим. Еще немножко. То есть пока на самом деле мы с вами фактически займем время, которое у нас выпекается финансиер. Не будем сидеть возле печки и ждать, когда он выпечется, а будем заниматься полезным делом. Вы могли бы затемперировать этот шоколад еще посевом. Что такое посев? Вы могли бы взять, растопить шоколад до 36 градусов, перемешать и насыпать в него 5% калет. Перемешать их, они бы растопились, и вы фактически вышли бы в рабочую температуру. Если даже в этот момент, когда все калеты растопились, температура была бы еще высоковатой, достаточно было насыпать туда еще немножко калет и перемешать. Но тот метод, который с использованием калет, то есть посев и с калетами, это одно и то же. Он дает вам немножко более затянутый шоколад, чем, допустим, темперирование на столе. Вот, еще чуть-чуть, и мы выйдем уже к рабочей. Шоколад становится более... Он, конечно, все равно хорошо льется. Обратите внимание, он прям такой... Сейчас у нас еще 33 градуса, но у этого шоколада рабочая температура... Ниже всех, кто-нибудь засек, сколько времени у нас ушло, уходит сейчас на темперирование. Я сейчас его раскидаю здесь, чтобы он охладился, а потом соберу с кучку. У нас тут есть главный руководящий по шоколаду, который нас исправляет. Вот сейчас он нам тоже чуть-чуть заговорит. Так. То есть мы стараемся максимально быстро охладить этот шоколад, который у нас растопленный, до рабочей температуры. Чтобы потом он крепко держался на наших финансе. Чтобы он не был липким, чтобы он был хрустящим. И с шоколада, который вы таким образом темперировали, вы очень легко можете сделать декор. То есть для наших бортов... Подходит же для наших бортов, Олег, такой темперированный, тоже для нанесения декора. Сейчас еще раз проверим температуру. 31 уже. Еще чуть-чуть. Чаши просто долго дают. Если бы у нас была пластиковая чаша, все это произошло бы быстрее. То есть мы все время об этом говорим, что стекло само по себе еще очень долго удерживает температуру в себе. Я рекомендую вам... Нам просто хотелось, чтобы это было прозрачно, и вам было видно. Поэтому мы воспользовались чашей стеклянной. Глеб, прекрати, пожалуйста. Что ты делаешь? Ты уже заскучал? Давай я тебе отдам перемешивать шоколад. Больше будет фрукту. То есть если бы чаша была стеклянной, не стеклянной, а пластиковая, мы бы быстрее с вами завершили. Потому что пластиковая чаша быстрее остывала бы. Прямо зачищай чашу. Она должна быть вот так чистой. Прямо крути ее и зачищай. Потом перемешивай. Для тебя немножко великовато лопатка. 30, еще чуть-чуть. Сейчас до 29 дойдем, и в принципе мы можем уже с ним работать. На самом деле уже сейчас можно сделать тест, чтобы убедиться, что у нас все работает. Тест это проверка шоколада на результат темперирования. Для того, чтобы проверить, мы берем бумагу или нож, или вилку, окунаем в шоколад и бросаем на прохладное место, на прохладную территорию и ждем буквально одну минуту. Через одну минуту, если шоколад стал матовым и затвердел, то значит он затемперировался. Гораздо проще сделать тест до того, как вы начали с этим шоколадом работать уже в формах или с декором. То есть вы будете убеждены, что ваш шоколад работает. У вас не будет проблем. Потом... То есть гораздо легче узнать за одну минуту, получился ли темперированный шоколад, чем выяснить через два часа, что темперирование не состоялось. Когда уже все формы заполнены, все декоры сделаны и они вдруг не отходят. Еще мы померяем. 28. Ну мы уже прям близки. Да, да, да. То есть вы можете еще раз проговорить. Можете взять бумагу, можете взять вилку, вилочку, оконуть вилочку, исключите с нее, да, излишки, потому что вам толстый слой шоколада не нужен. Вам нужно просто понять, насколько он хорошо темперирован. И оставьте на минутку. В холодном месте. В прохладном, да, не стоит ставить на тепло, потому что нам же нужно дождаться. Да. А зачем ты вот так вот распределяешь по чашке? Охлаждаю. Да. Когда я распределяю по чаше, я увеличиваю площадь охлаждения и потом назад его собираю для того, чтобы он смешался с тем шоколадом, который был в большей массе и который не охладился. Мерим. 27. 27,5, 27,9. То есть замеряйте, обратите внимание, я поднимаю шоколад со дна. Шоколад готов к дальнейшей работе. Мы сейчас с вами его перельем. Тест работает. Уже видно становится, что у нас с вами. То есть, вот уже видите, матовый становится. как раз у нас готовый финансиер, слышу, пищит духовка. Есть у него там полотенце? Все. И теперь наш шоколад выливаем. То есть, сколько? 10 минут нам понадобилось, чтобы затемпелировать шоколад. То есть, мы поставили в духовку наши финансиер на 10 минут и за это время затемпелировали шоколад. Но на горячий финансиер шоколад наносить нельзя, потому что температура самого финансиер растопит весь ваш шоколад. И все ваши труды пойдут на смарку. Да? Да. Да. Так, нам нужна... Ну, мы не будем искать. Сейчас мы просто завяжем мешочек. Сейчас мы возьмем тарелку, выложим на тарелку. Смотрите, да? Видите, что шоколад стал матовым. Матовым перестал. Сейчас он еще затвердеет и будет фактически... Вот, видите, на юмке тоже видно. То есть, это признак того, что мы все сделали правильно и шоколад у нас затемпелировался. Сейчас мы достанем. Молодец! На видном месте. Ну, это же хорошо, когда лежит на видном месте. Заберем наши финансиер, которые мы ранее вытекли. Сюда их сложим. Вот у нас тут мокрая тренка. И заполним их. Как мы будем заполнять? Вот в ямочке... Или у тебя какие есть предложения? В ямочку или... Здесь мы покажем остывшие финансиер на разломе и потом их заполним. Подожди секунду, давай покажем, как вытащить финансиер выпеченный. Давай мне. То есть у нас тут есть еще один помощник, мальчик Костя, который тоже участвует с горячей. Берем, накрываем. Смотрите, вот так выглядят у нас наши красивые финансиер. Видите, они немножко поднялись. Накрываем обуванной, ставим решетку, переворачиваем, взбираем калутивинь. Вот такие светленькие, хорошенькие получились у нас в финансиерах. И пахнут очень активно клубникой. Вкусно пахнут. Сейчас они еще, видите, такие прям двигаются. Спрашивают, сколько температуры на кухне, чтобы темперировать можно было так быстро. О, сейчас мы с вами скажем, сколько у нас сейчас. У нас сейчас здесь 22,5. температура. Темперировали на замороженном. А, темперировали на замороженном. На замороженные фисташки. Темперировали на замороженные фисташки. Сейчас мы возьмем мешочек. Вот так его держите вверх, потому что если вы отрежете, когда он будет вниз, как мальчик Глебушка, то все здесь вокруг у нас зальется шоколадом. Делаем маленькую дырочку. Я покажу сейчас на одном из-за. Хвостик убираю сразу, для того, чтобы случайно куда-нибудь не попал. И вот здесь, видите, удерживаю, да, чтобы не получилось так, что я переверну мешок, и все польется. Переворачиваем мешок и контролируем движение шоколада. Заполняем. Останавливаемся чуть раньше. То есть зажимаем назад. Здесь мешок зажимаем заранее, чтобы излишек не выливался. запомнили. Глеб, возьми, пожалуйста, орешки. Сверху выложи их на финансиер. Посыпайте ли вы? Ну, прям аккуратно выложи, наверное. Мне кажется, можно аккуратно выложить. Такие вот финансиершки. Давай вот эту одну оставим, чтобы показать. Я ее уже разламывала для проверки. Мы ее покажем, какой он нагонный. Прям красиво. Кондитерский беспорядок. Это как называется. Спрашивает, если нет термометра, как можно затемперировать шоколад? Купить термометр. Без термометра не стоит темперировать шоколад. Купите термометр. Они везде есть. Стоят небольших денег. Вообще термометр очень полезная штука на кухне. Наш первый термометр появился, когда родился Глебушка. Да. Благодаря термометру мы понимали, какой температуры еда, до какой температуры готовить, как разогреть. И еще очень помогает термометр для того, чтобы делать йогурт. Глеб пока оформляет. Вот я разломлю. Вот такой вот он на разломе. Вот такой у нас финансер. Попробуешь? Да. Расскажи. Вкусно? Очень вкусно. Мне кажется, просто необыкновенно вкусно. Да? Да. Есть чуть-чуть запах этого. Ну азет, да, наверное. Орехи-то ложи? Глеба, орехи-то ложи. Да, два орехи. Ну вот. Вот такие у нас ну азешки. Или финансьешки. Финансьешки. Получились вкусные вот такие финансьешки. Еще раз проговорим, что вам понадобится. Вам нужно будет 120 грамм белков. Это примерно 4 яйца. В эти белки нужно будет высыпать 75 грамм сахара, 22 грамма меда. Перемешать венчиком. Не нужно взбивать. Взять сливочного масла 120 грамм. Довести его до кипения и на медленном огне уварить. Сколько получится ну азета? 96 ну азета. Чуть отставить в сторону ну азет, чтобы он остыл. За это время нужно будет взять 35 пшеничной муки, 60 грамм ореховой муки и 8 грамм какао. Все это просеять в ваши белки. И также венчиком их перемешать. За это время ну азет немножко остынет. Вы его аккуратно нальете в эту смесь и тоже перемешаете венчиком до объединения. Накройте пленкой чашку или переложите в мешок и уберете в холодильник на час. Через час разогрейте духовку до 200 градусов. Поставите туда ваше финансье, тесто, которое вы выложили в форму для финансье или для медленок. На самом деле без разницы или для капкейков как захотите. Переведете температуру на 190 и будете выпекать 10 минут. Через 10 минут у вас будет прекрасное. А что у нас к чаю? Или еще как мы говорим. Сладенькое есть? Спрашивают, как поверить термометр? Посмотрите, пожалуйста, по моим постам. Я буквально, наверное, недели две назад делала пост о том, как проверить термометр. Посмотрите, и мы прям там, я пишу прям, вот, ребята, тра-та-та, вот, если вы сомневаетесь в своем термометре, сделайте то-то и то-то. Сходите, посмотрите. Я иногда полезные вещи рассказываю. Спасибо вам большое. Надеюсь, что вам было полезно. Были вопросы вообще? Олег молчит. Там, наверное, были вопросы. Я тебе задавал вопрос. Да, все. Сохраните эфир или нет? Я постараюсь сейчас сохранить, потому что Инстаграм как-то ведет себя по-разному. То сохраняют или не сохраняют? Провалы в эфире были. А, да, мы постараемся все сохранить. Если были провалы, он полностью отключался, то там кусками он сохранится. Ну ладно, постараемся сохранить. Если он сохранится, то я его прицеплю в ГТВ. Глеб пытается все съесть. Дать тебе клубничное попробовать? Сейчас дам клубничное. Ну еще горячевата, но есть можно уже держать. Разламывай. Показывай на разломе. А клубничное чем заполнить? А клубничное мы заполним конфитюром клубничным. Мы сварим сейчас. У нас есть пюре восхитительное, вернее не клубничным, а земляничным. У нас есть пюре от компании Равифрут, и мы ею сейчас этим пюре из него сварим короче джем. Люди хотят письменном виде рецепт получить. А, да, то есть никак вообще. Че, конечно, мы напишем сейчас, сделаем пост. Если сохранится в ГТВ видео, то мы сделаем пост. А заканчивается уже? Заканчивается уже. Я до в том видео. Все, спасибо большое. Спасибо вам большое. Если было интересно, то приходите к нам еще. Пока-пока. Пока-пока.